Приветствую вас, и вот знаете, подчеркнул ваш вопрос, и почему-то мне показалось, что без особой какой-то надежды вы его задаёте. Могу, конечно, ошибаться, но вот как увидел я то, что вы написали, то, как вы задаёте вопрос, как вы его позиционируете, как вы его формулируете, почему-то навело меня на надежды о том, что как-то не уверены, не верите вы в то, что может вам помочь и можно вас реально вылечить. Хотя, лечить вас от того, что вы спрашиваете, на мой взгляд, ну, не нужно, потому что, на мой взгляд, у вас не болезнь, ни в коем случае у вас не болезнь, а у вас проблема, да, проблема, безусловно, проблема. Но проблема при всей её важности, при всей её, может быть, сложности, как вот вам кажется, она всё-таки вполне себе решаемая. Главное только действительно определиться с первопричиной этой проблемы, то есть, что представляет из себя, по сути дела, ваша ситуация, с какого момента она началась, эта ваша проблема, когда началась ваша проблема, вот, значит, почему вы сами не можете, почему вы сами не в состоянии выйти из вот этого вот, своего положения, которое у вас есть, есть, то есть, что мешает вам самому ситуацию завершить, что вас удерживает, какие препятствия не позволяют вам самостоятельно завершить неприятную для вас, неприятную для вас ситуацию, да. И полагаю, что в данном вопросе также довольно-таки принципиальное значение имеет то, что у вас вполне возможно недостаточно мотивации, недостаточно цели для того, чтобы реально завершить реально завершить эту ситуацию, реально закончить её и реально сделать так, чтобы вас она больше не беспокоила, чтобы вас она больше не волновала. Но, опять же, мотивация и понимание целей здесь довольно-таки, скажем так, условно, потому что вот, с одной стороны, раз вы написали нам на сайт, значит, с одной стороны, вы хотите, чтобы мы вам помогли, с одной стороны, с одной стороны, с одной стороны, вам вынуждаетесь в помощи, но, с другой стороны, очень важна природа вот этой вот мотивации, которая у вас есть. То есть, если природа мотивации определена не до конца, то, соответственно, у вас будут явные проблемы по выходу из вашего вот состояния, в котором вы оказались. Далее. Далее следует сказать так, что тот термин, который вы употребляете, мазохизм моральный, значит, не является как таковым термином научным. Не является термином, определяющим, собственно говоря, вашу проблематику. То есть, если мазохизм, значит, соответственно, это что у нас тогда получается? Наказывание себя за что-то, это, соответственно, отсутствие достаточной силы, силы воли для того, чтобы выйти из этой ситуации. Значит, соответственно, как вам правильно указала моя коллега, ну, правда, надо сказать, что здесь она указала вам верно, но у этого есть некоторые тонкости. Дело в том, что коллега указала вам на симптомы, но не указала вам на причину, а причина, как раз таки, заключается в том, что вы, по моему мнению, не принимаете себя, как раз таки, вот не принимаете себя таким, какой вы есть. И вот именно это, на мой взгляд, является основной проблемой. То есть, проблема заключается в том, что вы не относитесь к себе с достаточной любовью, с достаточным уважением именно к себе и с достаточным достоинством, чтобы не считать данную ситуацию неприемлемой для вас. То есть, вы по некой причине, которая еще подлежит выявлению, да, вы, значит, по какой-то причине поместили себя вот в такого рода ситуацию, когда вы испытываете негативные, негативные переживания, но не можете ничего сделать для того, чтобы из этого состояния выйти. И вот, соответственно, нужно на эту тему с вами беседовать, нужно на эту тему с вами общаться и стараться, значит, собственно, выяснить, что же такого происходит, происходит, что такое происходит с вами, почему вы себя в ситуацию поместили, а вот выйти из ситуации не можете. То есть, как это стало возможным, это вот то, о чем с вами нужно беседовать. Вы спрашиваете, как вылечить? Если говорить языком грубым, да, грубо, если грубо говорить, то в кавычках «вылечивается» это через два аспекта. Первый аспект – это научение любить себя больше, уважать себя, доверять себе и так далее, да. И второе, второе – это разрешение неких определенных противоречий, которые есть у вас. То есть, вы попали в ситуацию, в ту, в которой вы оказались, именно потому, что у вас имеет место быть противоречие, которое вы сами разрешить не можете. Может быть, даже вы не до конца это противоречие видите, может быть, даже не до конца его осознаете. Может быть, вам кажется, что никакого противоречия как раз нет, но оно есть, и это нужно понимать. И если мы с вами, например, опишем это противоречие, Если мы сможем его разрешить для вас, и если мы сможем помочь вам пережить эмоционально вот это вот самое противоречие, то ситуация относительно улучшится и вы, возможно, а скорее всего, избавитесь от нежелательных последствий, от нежелательных обстоятельств своей ситуации. И постепенно, постепенно, я уверен, сможете даже избавиться от всей ситуации в целом. Но это работа. Это работа над собой в первую очередь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...